Подарили время, а Бийский музей часов за один день вырос больше, чем на сотню экспонатов, которые вскоре займут свои почетные места, ведь теперь площадь экспозиции выросла в несколько раз. Такое стало возможно благодаря поддержке фонда Александра Прокопьева. Четвертая школа Бийск, где расположен музей часов, победила в конкурсе социально значимых проектов. Евгения Ижутова побывала на открытии единственного за Уралом музея часов. Школа Бийска Музей официально часов мы открывали еще 30 апреля 2010 года. На момент открытия музей содержал 450 экспонатов и находился всего лишь навсего в одном кабинете, в учительской школе. Теперь посетители музея могут побывать и в купеческой гостиной, и в советском магазине часов, и в часовой мастерской. Всю коллекцию разделили на 8 тематических секций. Расширить площадь единственного за Уралом музея часов удалось благодаря поддержке фонда социального содействия Александра Прокопьева. На выигранные в конкурсе грантов 200 тысяч рублей здесь отремонтировали комнаты и приобрели стеллажи для экспонатов. Спасибо однозначно, спасибо фонду Прокопьева и всем нашим жителям и неравнодушным к данным экспозициям за то, что они принесли сегодня столько много часов. Старейший экспонат – карманные часы начала 80-х годов, производства Германии. Первого врача Бийска, основателя медицинского дела города Георгия Прибыткова. В собрании есть часы-балалайка, часы-сковорода. А под тиканье этих гигантов принимались важные решения в жизни Бийска. Эти напольные часы стояли в кабинете глав города. Музей часов дает возможность ребятам через экспонаты узнавать о разных исторических эпохах, либо даже ознакомиться с какими-либо историческими событиями. Узнавать о людях, которые делали эти часы, о людях, которые ими владели. И сегодня мы видим то, что этот музей становится достаточно популярным местом для встреч, причем встреч людей разных поколений. И можно сказать образно, что здесь стирается время. И даже, наверное, сходятся в интересах разные поколения. А вот еще один настоящий раритет. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев подарил музею рабочие аптекарские часы 19 века. Часы настенные, они с недельным заводом и в таком настоящем дубовом корпусе. К сожалению, об этих часах неизвестно, кто ими владел. Но я думаю, что у ребят будет возможность провести эту исследовательскую работу и выяснить, кто ими на разных этапах на жизни этих часов, кто ими владел. Я думаю, что для них это будет не только интересно, но и полезно. Все часы вызывают настоящий трепет у школьников. У детей здесь проходят внеурочные занятия. Они под руководством хранителя изучают, исследуют и даже самостоятельно проводят экскурсии для посетителей. На мой взгляд, часы добавляют какой-то мужественности, возможно. Это прям элегантности. Это дополняет мужчину. А девочкам? Ну, девочкам тоже, естественно. Это добавляет какого-то шарма, красоты. В музее часов времени даром не теряют и уже думают над дальнейшим улучшением экспозиции, пополнением. Музей музеем, а время на месте не стоит. Евгения Ежутова, Иван Дяблицкий, Будни.